Привет, народ! У меня сегодня отличное настроение. Мы смотрим сегодня 23 серию Чародиянок Битвы при Ватерлоу. Мы уже соскучились, знаем, что они выходят не так часто. Мы исправимся обязательно. Досмотрим этот сезон, и будет у нас всё хорошо. Мы перейдём ко второму, потому что вы просто испещрили комментариями буквально каждый видос о том, что первый сезон сосёт, а второй просто богоподобный и прекрасный. У него великолепная динамика. Здесь Фобос отвратительный и скучный мужик, который не может даже с одной девочкой совладать. А там какая-то тётка. А там женщина. Они все говорят, что она меня, походу. Точнее, что, ну, да, мы как-то связаны. Я уже жду второй сезон. Обычно, знаешь как? Обычно просто цвет волос, всё. Похоже. Нормально. Женщина и чёрная. У меня то же самое, только жирный. Даже цвет волос можно не менять. Это я. Понеслось. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А во втором сезоне будет у нас та же песня или будет другой саунд? Саунд. Не, серьёзно. Я бы хотел, чтобы новый сезон был прям конкретно новый. Ну, там будут другие картинки, мне кажется. Ну да, однозначно, картинки будут новые. Видеоряд будет другой. Эх, я бы хотел новую песенку. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Не свершусь в пути. На шанс, на счастье, в целью спасти. Чарадей. Чарадей. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Битва у стен замка. А, битва у стен замка. Да, не при Батерлоу. Да, у стен замка. Точнее, ну, я не знала. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мятежники только и мечтают, как сорвать церемонию коронации. Где их тайное убежище? Станут ли они упрямиться, если пересохнут колодцы? Возможно, да. Но вот вопрос. А вот эти классные штучки, это костные наросты или это волосики? Не, мне кажется, это наросты. Я думаю, что это кости, да? То есть продолжение твоего нижней челюсти твоей. Возможно, это камни. Где что, верхняя челюсть? А? Ну, камни. Ну, растут камни на лице. Слушай, это меридиан. Где-то в другом мультике я спросил тебя. Я не знаю, почему вам показалось, что это нереально. Вполне себе камни. Почему нет? Жесть, какая-то новая дичь. Дай рассмотрю, подожди. Смотри, какая дичь. Подожди, он мало того, что он циклоп, так он еще и весь ко мне. Что я взял, что он циклоп? А посмотри, у него один глаз желтый. Что, с другой стороны? Нет. Нет. А, он такой огромный. А, дуреть каждый раз. Ну, ладно, не каждый раз. Но мне нравится, и не устану это говорить, что они добавляют новых каких-то чудищ. Очень богатый парк нечисти. Причем он какой-то магический, или что? Что сейчас он делает? Колодец переступает? Да, кстати, раньше они были обычные, ну, живность, переростки, какие-то мутанты. Этот вполне себе понимает, что делает. Да, мало того, что еще магия воды. Ну, есть и волшебные, которые, допустим, превращались в чародеек. Помнишь, вот эти существа? Ну, они как, типа, аналог наших попугаев, только без перьев. Я вспомнила, что в одной из книг, которую я писала, Короче, были такие маленькие существа, похожие на аммиобу. Ну, похожие по форме, но они, ну, типа, такого размера. И они назывались хобосы. Видимо, это у меня как-то отложилось. Те книги, которые ты писала, она сожгла. Да не сожгла, а местный гуголь. Удалила просто. А я читал, я читал ее книжки. Знаете, очень интересно, это больше напоминает Стефани Майер. Да, потому что на тот момент я читала только Стефани Майер, наверное, поэтому. Там демоны, любовь, короче, вообще. Блин, мне стыдно за это. Вот, вот, про, ей стыдно, а я читал с удовольствием. Возможно, когда-нибудь на Ватпаде будет не только, как ее, Стефи. Я не помню, как она называется. Нет, Стефи или как ее, нет. Ну, короче, вот это вот, которое, Орлеан, Мута. Да, я понял, понял, о чем-то. А, вода вся куда-то... А куда? Видимо, он просто ее распыляет. Но все равно они должны все утонуть во влажности какой-то. Нет, ну подожди, в колодцах вода собирается с помощью грунтовых вод. Ты буришь прям до этого. Как ты... Они же все равно, это же возобновляемый ресурс. Или дождик может пойти. Но если он постоянно будет выкачивать, то тогда да. Ну, интересно, как работает эта магия. Стой! Что-то камнем убило. Просто... Стой! Пять камней влетело в лобешник. К другим колодцам. Слышал? Это чувство. К другим колодцам. Вот раньше, когда он говорит, ощущение злобы, а здесь усталость. Усталость, да, сейчас усталость была. Прям чувствуется, что он заколебался. Да, реально задолбался. То Эллион приведи мне, то это, то то. Я уже жду, когда он взбунтуется. Должен быть момент, когда он... Все, Фобос, я хочу свергнуть твою тиранию. Меня это все уже заколебало. Я постоянно виноватый. Я в чувстве... Ну, не может, потому что между ними, ну, другая связь. Дин, мы так часто об этом говорим. Потом они не раскрывают. Нет, мы так часто с тобой об этом говорим, мы забываем о том, что это шутка. И я на какой-то момент... А с чего эта шутка-то хоть? Я считаю, это прописано. Эллион, на этом троне ты будешь восседать, приветствуя подданных. Ах, какая красота! Можно? Потрясающе! Вот, мне кажется, Фобос тоже задолбался. Он тоже уставшим голосом. А он в серии 3 уже мучается. Он нам каждый раз дает понятие, я уже не могу. Она меня заколебала. Туда-сюда, туда-сюда. Этим помоги, то сделай, блин, здесь каждый раз интерьер меняет. Я больше всего с вот этого выключателя. Включить, выключить, 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 выключить. Он как миссис Далфер. Нет! Я была Эллион, сидела на таком высоком кресле с наворотами и вдруг почувствовала жуткую слабость, немощь. Даже рук поднять не могла и тут проснулась. У меня бывали кошмары о пауках, пчелах, машинах и как выпали зубы. О, это правда, это самые страшные сны, когда у тебя зубы. Это очень страшно. Вот ты просто такой, и они все в ручках у тебя. Кому это снилось, пожалуйста, я же не один такой. Я настолько страшный сон, ты просыпаешься весь. Они на месте, не все. Один я все-таки выпал. Золотой? Да, который блестит у нас все время. И никто, кстати, не знает. А что это у Саши в арту сияет вообще? Что это? Это агроба? Что это? Пещера чудес? Это настолько страшный сон. Я почитал в соннике, что это значит, что вы там скоро избавитесь от ненужных людей. Походу, все выпало. Ну да, кстати, мне в последнее время не снится. В этом круассане таится свой ужас. А-а-а, мало того, что он еще и выборяет воду, он такой, типа, увлажнитель воздуха меридианский, так он еще создает какое-то электрическое магнитное поле. Почему я об этом говорю? Потому что, как я до этого сказал, это возобновляемый источник воды, и если он, ну, он же так или иначе обратно появится, вода-то откуда-то постоянно восстанавливается. Наша пища-топливо, теперь наша вода. Это же бабушка. Бабушка Хайлин. Да, да, да. Вы нас что, обмануть хотели? Мы что, не узнаем бабку нашу? Она уж как родная нам. Осталось подождать совсем немного. Ижи. Ладно, ладно, все. Все, все, я заткнулся, пошел я нахер. Развяжет им языки. Почему убежище до сих пор не обнаружено? Здесь ходят слухи про таинственный город. Если существует город, то как мог? Телиск. Фобос такой. Ту-ту-х. Потом Судрик. Ах ты, ту-ту-х. Ту-ту-ту-ту-х. Вырезанная сцена. Режиссерская вещь. Да, режиссерская вещь. Зака Снайдер. Его пропустить. Ваши земли обширны, мой господин. Быть может в дальних лесах. Хватит. Снимай стражу с хранилища арсеналов. Расширь поиски. Я не потерплю даже малейшей возможности, что мятежники откроют, Элеон, мой план. Так мятежники не знают твой план. Знают. Знают? Да. Так чародейки знают, они сказали Калибу, Калиб сказал мятежникам. Логично. Да. Да. Но мятежники в прошлый раз, когда пришли на поклон к Элеон, сказали, что Фобос тебя обманет. Это было в прошлый раз, а теперь они уже сказали. Это такое клише избитое, что оно вызывает нервное напряжение. Ты такой, Фобос тебя обманывает, он водит тебя за нос. У тебя целых 3-4 минуты сказать четко по существу, где, как и почему. Потому что вдруг у тебя потом впоследствии... Не, мне кажется, они просто книгу ей покажут, а и книга сама все за себя скажет. Они ее так и не открыли. Там же мысли Фобоса. Там ее открывают, и там типа Фобос такой. Открыли, открыли. Без воды людям не прожить. Их силы на исходе. Но они пока молчат про заветный город. А что то озеро? А, заветный город, который под темно. Тот, который, там где был махач, Калибас. Все, все. Друганом. Я и забыл, как его зовут. Оно палило округу, но в него вселилось нечто, названное Кайтимом. Что это? Кайтим безжалостный хищник. Мы выследим его и прогоним. Он вообще крупный? Размером с это озеро. Что? Можно сказать, он и есть озеро. Энергетическое поле, пронизавшее воду? В любом ведре воды из озера Мортера прячется Кайтим или его часть. Он... А кто же существо тогда, каменистое, вот это вот было? Подожди. Вся вода здесь живая. Они пьют Кайтим. Нет, это озеро Кайтим. Они из озера бьют воду? Ну, да. Вроде бы это же не один единственный источник воды. А если ты попьешь воды из этого озера? Тебе разорвет? Я не знаю. Давай послушаем. На и пощады. Так же страшно, как в моем сне. Я была Элеон. Ужасный кошмар. Ладно. А знаешь, Харин, повелительница воздуха порой способна ощущать чувства других. Этот дар может быть сильнее или слабее. Надеюсь, у тебя был просто сон. Завтра надо засечь. Ничего себе. Бабушка вообще такая, что-то подкидывает, такая, ну, Скорее всего, нет. Будем надеяться на лучшее. Скорее всего, есть раз в тысячу лет, одна великолепная сила. Она передается, но ты же у меня лохушка, поэтому на при этом. Типа того, да. Токсичная бабка. Хотя бы поверить-то в дочку свою, внучку. На смену часовых подберусь поближе к замку. Просто бланк. Напряженная ситуация. Разрабатываем план. Что делать? Страшный сон. И бланк с соплей. Не, ну он... Я полюбил его просто... Это я. Вокруг него крутится очень много сюжетных поворотов. Я считаю, что он наравне с чародейками идет. Не зря он в заставке на скейте катается, на самокате точно. Я чую даже свой запах. Счастливый. Пока они разберутся с Кайтимом, не слетаешь со мной? Вдруг потребуется открыть портал? Конечно. Нет, вот, нет! Он все время на грани. Он все мои брезгливые ноты вытаскивает, играет по ним, как виртуоз. Блин, какая дичь. Или он в окно не смотрит вообще? Там же какая-то трэш за окном творится. Даже если Фобос все переключает... Да. Но... Окна-то есть. Может, он и окна заколдовал. А, ну можно. Он ее вводит только в ту часть города, где все плюс-минус. Где все нормально, где более-менее желтая сепия, PC-фильтр стоит. Но они в этом замке же окна не открываются. Слушай, окна в целом можно заколдовать. Нет. Я бы, наверное, так и сделал. Окей. Обожаю, когда Седрик какую-то выжидательную позицию занимает, чтобы следить. Огромная... Он все время издает шум, когда превращается, когда обратно возвращается, когда ползет, будучи змеей. Он только шум не издает, когда... В человеческой форме, кстати. Почему он ее не принял? Или он только на земле и перед Фобосом в этой форме? Я вообще не понимаю, когда он вьюзает свою... Ну, как вот. Ну, вроде бы, нам говорят, что его основная форма это все-таки змея, а человек... Тогда если твоя основная форма почему-то перед Фобосом все время... Ну, может, ванной мало места было. Он не всегда при Фобосе... Он при Фобосе там был и в форме змея. И в форме змея, да. А как Седрик туда пройдет? Он же не знает, что надо палец ко лбу подставить. Не, ну реально... Что же, что же нам делать? Да я не про это. Про то, что это максимально необдумано с его стороны. Как он ползет? Его что-то мубить могут. Он один туда ползет. Но он и сильнее в 300 раз их всех. А, типа, как только видишь, что кто-то идет, ты просто перекрываешь вход. Рушишь. Да. Я подумал об этом. Он же ползет в эту штуку. Его уже можно камнями завалить. Я решил промолчать. Думал, ну это же совсем какая-то выдумка. Не, круто. Это хорошо. Вполне очень круто сделали. Что ж, заветный город, это не миф. Теперь время на нашей стороне. Разгод. Он его не убьет? Будет пытать, чтобы он открыл, и что-нибудь показал другой вход. Наверное, есть еще вход. Наружен потерян элемент внезапности. Сколько провианта? Хватит на неделю. Может быть. Если выйдем через другой ход, тысячу бойцов по селу не спрячешь. Время пока есть. Но они прорвутся. Джулян, ты отец Калеба. Как бы поступил он? Стой, стой, стой. Дай я хочу посмотреть на него. Смотри, какой крутой. Странный. У него глаза и нос на одном уровне. Плюс еще... Какой крутой персонаж. А он еще и с рогами. Он еще и с рогами. У него рога, нос. Или это все на одном уровне. Какое-то прямое тело. Да, это какой-то, я не знаю, вид Минотавра. Кстати, насчет видов. Ни одного сородича Седрика нам не показали. Ну что, один-единственный в своем роде. Да, даже змеи нет каких-то. Плюс-минус мы видим, похожие особи одинаковые. Они так или иначе мелькают. Седрик один-единственный. Реально, он же как-то появился, родился как-то. У него должны быть родители, а значит, он может дать поток. Миров тоже очень много, не только меридиан. Может быть, Седрик вообще не из мира, меридиана. А может, Фобус его искусственно создал? Ну, не знаю. Высоковато падать. Круто! И мы даже ни разу не задумались, что портал в другом месте может открыться где угодно. Не, мы, кажется, говорили про это. Ну, они-то летать умеют, они могут его вот так вот взять и... Да, это для калибра фатально. Да. Мы едины! Едины! Вода! Вау! Огонь! Почему-то и напоминает мне рекламу какого-то шампуня. Я помню, в детстве я смотрела... Корнелия? Да. Да, что-то было. У женщины какой-то она мылась, мылась, мылась. Потом у нее волосы все в шампуне. И вот все в лепесточках. И в лепесточках они, ребят. Что за реклама, напомните. Я точно помню, что-то такое было. И там что-то они летели. И лепесточек падал прямо рядом с этой шампунькой. Да, что-то такое слух. Что-то понтин, что-то какая-то вот туда-сюда было. Я помню. Помню, помню. Воздух! Благодарим, что воспользовались услугами авиакомпании Стражницы Воздушной Перевозки. Мы это говорим. Интеграция Авиасэлс. С дешевыми билетами. Прощайтесь к Стражницам Пир. Тимом, селяне надеются на вас. Закиньте ее в заветный город. Они очень пригодятся нам для атаки на замок. Я все детство мечтал о маленькой рации. Это что, круто? Давай купим детскую вот эту вот. Зачем детскую? Откуда мы возьмем настоящую? На три тысячи стоит. Да? Да. Они бьют где-то, я не знаю, на метров. На пороге метров даже метров любят. Да. Саша, Саша, я рубина. Так хочу. Зачем она нам нужна, если у нас есть телефоны? Ну просто, это вам тура. Ну в детстве, в детстве так хотелось себе с друзьями эту рацию, чтобы таскаться. Ну мне не приятно сильно, но... Были у одного мажора была детская рация. Она даже что-то на метров десять передавала радиосигнал. Он давал мне ее подержать. Но у меня не было рации. Еще хочу себе машинку и вертолет. Правда хочешь? Хочешь. Знаешь, какой вертолет, чтобы он летал? Ну я поняла. Я помню, мы с отцом заходили, и там был один дорогущий. Смотри, вертолет, я его так хотел. Здесь восемь пар. Нет, Салик, здесь семь пар, еще это. Алло, алло. Бланк, у аппарата приемный? О, нет. Бланк, а ты-то где? Там, у мамы. У него есть мама. Он заболел. Подожди, мама. Он заболел, и мама его лечит. Как это мило. Он заболел. Слушайте, а его мама очень даже симпатичная. Миленькая. Да, слушай, прям, ну, я бы не сказал, что это очень хорошее. Нужен рвозный корень. Они все, да, угорают? Это вид, который, ну, максимально... Ну, я у нее есть грудь. Ну, правда, она была. Я думаю, что если бы этих персонажей показывали голыми, вообще, мне так кажется, пропустили бы для мультика. Это же не человек, правильно? Слушайте, реально, ведь нам животных показывают, да? Голыми. Голыми. Собак. Да. И всех остальных варлков, там, страусов этих. Они без одежды. А вот эти существа... Не-не-не, одежда – это атрибут интеллекта. Вот все, кто обладает интеллектом, им полагается одежда. Замечала? Возможно. Ни одного, ни одно мыслящее существо без одежды не ходит. В... 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 Векна. В... Кто? Генри. Номер один. Я не знаю это, да? Понятно. Болеет, а мама ухаживает за ним. Зачем ты взял передатчик? Продать, как часоку, для спины. А если встретите, отберите. Ну, уже на рвотный корень, а то плохо. Какая не вата? Я уже знаю, что будет от рвотного корня. Что? Ну, он разбавит воду горячую. Да, так и случилось. А, Ваток, увидишь изнутри казематы, которые так долго ты охранял. Ты была права, он заберет его в плен. Да. Увести его! Выходит, бесконечный город существует. Надеюсь, их укрепления будут прорваны. Бесконечный, разве не тайный? Просто. Расчистим завал, мой принц. Как ласково. Он разве не король? Заметьте, как классно они показали раскол большой глыбы. Они ее не долбят до бесконечности, они берут, бурят. На самом деле, такая технология, она в целом и здесь есть, до сих пор ее используют. То есть, вбивает в большие глыбы колышки и каждый так разбивает. Таким образом, камень в направленном направлении раскалывается. Здесь, конечно, навряд ли так получится сделать, но мне понравилось, что на эту деталь внимание обратили. 5 тысяч солдат и деревня. А есть другие поселения? Где деревни? Почему Меридиан состоит из одного замка и одного недогорода? Да, кстати, ну мне кажется... Смотри, Фобос отравляет землю на километры. И там есть живность. Ну, может, нет людей? То есть, это все люди? Ну, ладно, не люди, а все развитые, одаренные интеллектом существа. Типа, да. Это звучит как будто странно. Он мелкий царь какой-то деревни. Ну, не деревни, типа города. Да ну хорош, это даже городом сложно назвать. Ну ладно, мерками средневековья это город. Ну, это правда странно. Ну, мы на месте. Пора сразиться с озером. Выглядит нормальным. Брось камешек. Какая красивость у них. Ты сама бросай. Похоже, обычная вода. Эй, у нас есть полотенце? О, халин! Что тебе это напомнило? Щупальца. Из H2O. Дэээ. Камэо. Спиною! Ого! Что это? Я... Тормота! Тоже змей. И тоже змей. Классная отсылочка, если это отсылочка. Хотя водяные тентакли, на самом деле, такая избитая тема. Попокупаю воду в бутылках. Шутку пропустили про воду в бутылках. Но смешная она. Ерла! Ерла! У него есть, получается, светящийся центр. Типа как мозг. Как мозг. Это магия сконцентрированная? Или это какая-то физическая субстанция? Интересно. Мне кажется, магия. Я тут не заметил. Да тут у нас сегодня замес. Да-да-да, битва. Мы что, наконец-то подобрались? Так а что, три серии осталось? Ну, просто в прошлое она так очень как-то, ну, вокруг да около. Да мне кажется, сегодня тоже особо, ну, тоже около. Около вокруг да около. Не знаю, уже прям полноценное военное действие. Так, тот тип новый. Похоже, они меняются каждые два часа. Всего пять минут на развод? А что если... Шшш, кто-то идет. Что они делают? Еще рано. Мы не готовы. Сколько их там? Как он увидел их под таким углом? Я не обратила внимание на улыбку. Ну, это нормально, это нормально. Просто эти переходы как будто у тебя там волшебный шар с, опять же, с нарезками. Не меньше тысячи. Холос! Наш замок и такого? Внутри ты в безопасности. Миранда, отведи Элли в игровую комнату. У них нет шансов. Какой смысл? Загнанные в угол теряют разум. К рассвету с мятежом будет покончено раз и навсегда. Круто, прям как высадка в Нормандии. Вот эти вот... Это реально высадка в Нормандии. Их, конечно, много, но будто бы силы не равны. Нам не сказали, сколько в оппозиции людей. Ну, до хрена. Нет, до хрена и пять тысяч, ну, не совсем понятные значения. Я понимаю, что пять тысяч охранников. Плюс еще без учета... Просто это обычные, да, люди какие-то? А там прям, ну, типа, они же не люди, они же какие-то прям... Есть какие-то монстры огроменные, есть жуки, разные существа. Да, есть жуки, разные существа. Что входит в эти пять тысяч? Силы не равны, как будто бы. Они не услышат меня. Это волшебный кристалл, а не рация. Так у вас есть рация. Даже если одной не хватило... Кстати, их семь штук. Как это им не хватило? Я же слышал, что их было семь. Да. Бланк, у тебя при себе чесалка для спины. Карелия, Тара, не Кайлин. Нет, а почему вы ее не взяли? А, должно попаривать. Или что? Нет, ну хотя бы одну-то можно взять. Реально, что-то я не поняла прикол с рациями. Почему они ее не взяли-то с собой? Я могу понять, там одной не хватило, потому что Калибр... О, точнее, не Калибр, а Бланк забрал. Да. Ну вы же вдвоем идете в парень. Хотя семь... Ну пять чародеек, или сколько их? Шесть чародеек? Нет, их пять. Так, подожди, чародеек пять. Пять, и Калибр, и шесть. Силы почему-то семь, и шесть. Шесть, двенадцать раций должно. Что? Двенадцать? Зачем двенадцать? Сколько людей, столько и раций. Зачем седьмая? Седьмая Бланк, все правильно. Си, посчитал, блин, дебил. Чуть я вообще нечего. Семь раций, семь участников. Так они сказали, что у нас должно было быть восемь, а сейчас семь. Да кто, восьмой-то хоть? Да не знаю. Пять чародеек, один Бланк, один Калибр. Семь. Даже не шесть. Вначале было семь раций. Одну забрал... Я не понял этот замес, объясните, пожалуйста. Мы, кажется, прослушали или реально непонятно. Прием! Далеко. Вне зоны связи. Ланей, вперед! Ни хрена себе, самолеты какие-то? Это не самолеты, это люди. Это люди. Их из рогатки запускают. Людей? Люди с крыльями. Ты видела? Он стоял вот так вот в распорке весь. А в чем... Я не заметила. А в чем твой смысл? Ты камикадзе? Ну, допустим, ладно, хорошо. Тебе выстрелили из рогатки твоей дальнейшей действия. Ну, ты приземляешься на врагов, снимаешь топоры и рубишь их. Потом вот так вот. Не знаю. Или срешь на них сверху, непонятно. Как голуби. Лан, нам нужны остальные стражницы. Беги в ту сторону и вызывай их. Когда ответят, скажи, что мне требуется помощь. Что случилось? Фобос нашел заветный город. Пришлось биться. А разве Калеб не является лидером? Не является. Но в ситуации чрезвычайной, когда его нет, принимает решение тот его друг. Он второй типом? Ну, типа да. Хочу похвалить. Для мультика очень крутая боевка. Сцена битвы мне очень нравится. Ну, ты вспомни еще какие-то мультики, в которых не очень большая насмотренность. Что еще круто, они имитируют работу зума и автофокуса. То есть, камера отдаляется, немножечко блюрится. То есть, как будто это снимается на камеру. Посмотри, как работает. Ну, я не заметила. Прикольно. Нет, ну, сила реально неравная. Видишь, увеличивается, разблюривается очень круто. Властелин колец только в меридиане. Эй, ну, что думаешь? Ничего не получится. Калев сказал, кайти мне вода, а энергия внутри нее. Ну и как победить энергию? Закоротить и все дела. Где взять мощный статический заряд? Чесать волосы. Молния! У ледяных кристалликов в тучах отрицательный заряд. Не спрашивай у меня, я не понимаю, что произошло. Я физиофизику не шарю. Для меня все в порядке. Все хорошо. Стражницы молодцы. Не, я не буду за это браться. Я, правда, не знаю. Я не знаю, как... Ну, то есть, у меня есть банальная теория, как образуется молния, но как у них это получилось сделать, я не понимаю. Через лед и огонь. Типа, отрицательная энергия у льда. Я ни хрена не понимаю. Объясните. Кто-то, если может, пожалуйста, помогите. Кто чем может в комментариях. Дай вам Бог здоровья. Смотри, сколько сухерств разнообразных. Местный искатель. Да. А, они же не слышат. Как только волосы станут дыбом, предупредим. Пора. Что это вообще было? Я просто хотел похвалить эту сцену, она... Красивая. Мощная очень, да. Реально смешно. Бланк. Калипс запретил брать рацию. Какая-то она некрасивая. Да, вообще. Смотри. Её губы, ну, я не знаю, они все одинаковые у неё губы? У неё толще. У них пухлее очень. И очень красивый контраст между смуглой кожей. Ну, конкретно в этой экспозиции очень красиво смотрится. Офель, сушный голос, крик на пол. Да, рвотный коврик. Лучше болеть. Да, лучше болеть. Вот это реально, кстати, так. Вот я в детстве предпочитала, что у меня горло болело, чем... Ну, я потерплю. Чем вот эти методы лечения. Чем вот это вот масло сливочное. Масло сливочное. Всё сюда, мочу туда и пей это. Ну, вот это вот, знаешь, малиновое варенье. Ненавижу. Да ты чё? Малиновое варенье. Или смородина. Ненавижу я это есть. Не люблю. Тебе не нравится малиновое варенье? Нет. И каждый раз, когда болеешь, тебя впихают, ешь. Маслом тебя обмазывают этим. Что? Зачем масло мазать? Маслом, не знаю. В нос ещё пихают масло. Мне кажется, это просто какой-то такой, давай, чё на кухне нашёл. Даже недавно, я вот к родственникам ехала, там заболела, мне пытались маслом нос засунуть. Ну, зачем? Я не знаю. Спиртом тебя натирают ещё, уксусом, ты лежишь, воняешь. И ты ещё делишься. Ты же выздоровеешь рано или поздно, ты же не умрёшь от простуды. И то, на чём закончилось предыдущий эксперимент, то и лечит. Ну, намазали тебе глотку маслом. Такой, о, а уже пришло время выздоравливать. Иммунитет своё дело делает и без масла. Это был ужас. Я такая, я поболею, дайте мне таблетку. Или я просто полежу, пусть горло болит дальше. Это же реально рандомно. Нет, больше всего я ненавидена реально, когда тебя уксусом обмазывают. А это зачем? Чтоб ты, типа, вспотела. И ты лежишь, реально потеешь. И ты, ну, подная и воняешь уксусом. И это уже липкое, всё тело липкое. И ты просто лижешь. Ты ещё так два дня будешь лежать, потому что ты, ну, пока не выздоровеешь. Ну, короче. Это что за армян? Вас не так лижили? Что за армян? Что за армянская народная медицина? Я первый раз слышу, что обмазали уксусом. Уксусом тебя всё обмазывают. Мы же тебя готовили, блин. Мазали уксусом. В нос напихали. В рот яблоко засунули. Тебя сожрать хотели, тёть. Меня максимум банками и в тазик с горячей водой. Ладно, я надеюсь, что кого-то ещё так хотели съесть. Три зуби сверёв. Блин, ну, у них какие-то технологии прям прикольные. Ну, интересно. Интересно посмотреть. О, я теперь понял, зачем нужны эти летающие чуваки-камикадзе. Они... В целом понятно. Ты же так не добираешься оттуда. Круто. Опа. Вау. Ты не просто ногами карабкаешься. Ты ещё это хрен подмогает. Ты ещё ногами крутишь. Слушай, я первый раз вижу такую штуковину. Это обалденно. Это меридиан, детка. Там котен. Они смогут, потому что здесь нет убийств. Кипящее масло льют только на твою глотку, но не здесь. О, крутяк. Крутяк. Слушай, она реально сильная. У неё очень сильная грузоподъёмность во время полёта. Сколько весит этот чан вообще без этого масла? Ну, они становятся сильными реально. Когда превращаются. Ну, круто, конечно. Просто насколько. Мне так нравится это ведро. Пора посадить пташку в клетку. Стой, подкаты эти, блин. Не могу, блин. Пикапер. Бланк нашёл вас. Он же сидел, думал такой. Сейчас я её поймаю. Так, а что я ей скажу? Вот ты и попалась. Типа, ну, ты ангел или зачем ты летаешь? Если ты ангел. Ты спустилась с него. Так. Если ты пташка. Летит! И первое, что пришло в голову, ты пташка. Одна тут летаешь. Ну, хорошо. Мы ждали штурма через три дня. Потом объясню. Повстанцам срочно нужна помощь. Мне очень нравится, как они. Ну, понятное дело, что ты не будешь брать такой бюджет, вбивать, чтобы хореографию мелкую. Но когда их много, и они все очень комично бьются. Посмотри. Гроба работает. Сбор в втором зале. Нет! Я не позволю бандитам разрушить мой дом. Эллион, стой! Они хорошие. Послушай, ты в ужасной опасности. У Фобоса план насчет... Я ведь просила не попадаться мне! Мне очень неловко это говорить. А снизу... А снизу... Или тоже про это? Более того, нам показали... Да был пансушот от Корнелии. Что? Ну, он... Ну, пансушот. Я не знаю, что это такое. Трусы по-английски как. А-а-а... Хорошо. Называют пансушотами или пансушотами. В общем, и Корнелия, когда отдалялась, и я не смотрел, но... Корнелия или Эллион? Эллион и Корнелия. Я Эллион только заметила. Посмотри. Давай вот эти, чтобы не быть голословным. Смотри. Слушай, ты в ужасной опасности. Ну вот, вот прям летит. Ну, это не трусы, да? Как бы она в колготках, и это их... Шортики. Да. То есть у нее шортики и еще... Это все равно что сказать, что Тара не в трусах. Ну, посмотри, то же самое. Просто у Корнелии сверху еще юбка. Это все равно что сказать, что... Да-да-да, Тара не в трусах. Да, да-да, Тара не в трусах. Да, конечно же нет, конечно же нет. А что это? Как это называется? Велосипедки, блин, я не знаю. Ну, просто... То есть на чародейках велосипедки. Так ты хочешь мне сказать, да? Ладно, пускай так. Это одежда. У Фобуса план насчет... Я ведь просила, не попали от ко мне. Ну, какие же у Корнелии, когда она превращается в длинные ноги. Да. Очень. И волосы. Вот смотри сейчас, Элё. Вот смотри. Я вот про это говорила. Вот это и про это. Над тобой летит. Кустарник. Прекрасите Драку. Я боюсь увидеть. Не могу. Мне же страшно. А что это? Это она осаданула. Получается, всех подряд. И своих. Ого, ни хрена себе. Выборочно. Она не всех. Хотя нет, там и стражники. Там всех засосало. Вот, посмотри. Вот кадр. Да, да, вижу. Видишь, вот они. Это чудище. Да, 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 да. Так что все нормально. Как круто. Калиб его не убивает, а заматывает ему руки. Ну да. В момент боя, во время войны ты связываешь. Ну, слушайте, мораль такая, когда они тебя нападают, ты защищаешься, если ты убил, ничего страшного. А вот так вот, беззащитного, типа стражника, которого осадили водой. Да, я не против. Если нам не хотят показывать убийство, ну не показывайте. Это нормально. Ну не показывайте такой дебилизм. Где-то на поле боя завязываешь руки. Просто можно, не показывать. Не, я думаю, что это нормально. Нормально? Я думаю, что ничего такого нет в этом, да. Ну, у меня не вызывает противоречия. Ладно, хорошо. Он с завязанными руками. Убежал. Приходит, опять, бой длится. Ему взяли, и его союзник руки распустил. Ну, хорошо. Мы отходим. Ого! О, это было дерево все это время. Ну, как-то корни какие-то. Теперь все хорошо. Теперь это объясняет, почему за столько времени оно не развалилось и не рассыпалось. А почему они выбрались? А точнее, как выбрались люди? А они выбрались? Ну, нет. Все погибли в этом дереве. Ну, навряд ли погибли. Здесь же смерти нет. Еще будет разбор полетов, узнаем. Хорошо, что они получили воду. Вы сделали большое дело. Олдерн и мой отец схвачены. О, нет, нет. Там в плену не меньше сотни. Эллион захватила ей несколько чудищ. Эллион не знает, что они на их стороне. Каких-нибудь лиц он ей наплел. Опять видела сон. Понять бы, что он значит. Ну, очевидно. Очевидно. Ладно, хотя бы я готов послушать. Давай. Ну, типа, это... Фобос такой. Ну, короче, этот трон опасен для Эллион. Она хочет на него сесть, но на самом деле это ее захватит в ловушку. У меня такая гипотеза. Ведь нам только что показали силы Эллион. И вот эти вот... Вот эти штуки. Это она делает. Да, они потом ее выбили. Ну, типа, она же потом добрый станет, 100%. Нет? Ну, как иначе. Крутая. Наикрутейшая серия. Мне сегодня прям понравилось. Я считаю, что мы наконец-то двинулись. Хотя, непонятно. Мы опять отступили. Результата никакого нет. Я не про то, что серия плохая, а про именно как это будет дальше двигаться. Потому что непонятно, куда делись все остальные. Ведь в дерево засосало всех. Да, очень многих. А в плену больше сотни человек. Не, не всех. Реально, не всех. Только вот шар, помнишь, двигался от кого он? Кто попал, шар, шар. Нет, подожди. Те, кто попал. Там и дерево выросло. Там были люди, которые убегали, убежали они. Кто-то же отступил, убежал. А кто был вот непосредственно в радиусе Элеон, они пострадали, получается. Они не пострадали, они... Ну, короче, их дерево схватило, потом пришли другие стражники их в плен. Но так как дерево схватило и тех, и других, все понятно. Да, их отпустил. Распределили все. Ну, теперь они все понятно. Все, ребят, досмотрели. Спасибо, что посмотрели вместе с нами. Вы так долго ждали. Будем смотреть 24 серию. Осталось всего три серии. Да? 4, 5, 6, да. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 3 серии. Мы почти досмотрели первый сезон. Ну, все, ребятки, пишите, что думаете. Кучу вопросов по нас задавали. Только аккуратнее, пожалуйста. Пожалуйста, не спойлерьте. Мне хочется читать ваши комментарии, но я все время, вот, каждый раз, вот, идешь такой, а вдруг ты что-то увидишь. Пишите спойлер. Я не против, чтобы вы делились друг с дружкой. А еще очень важный момент. Вы можете перейти в Телеграм. Там тоже будут анонсы всех постов. Все, что мы публикуем, так или иначе, мы там анонсируем. И самое главное, там вы можете общаться в режиме реального времени под постом на те темы, которые вам интересны в контексте этого поста. Потому что, если вы хотите поделиться каким-то классным спойлером и делаете это в комментариях, или подписывайте, или идите пообщаться с людьми, которые разделяют ваши ценности. Потому что, когда я это читаю, ну, я стараюсь не читать, но некоторые мне попадаются. Я сразу такой, оп, все, я, я, я не видел, я ничего не знаю. Но я, кстати, справедливости ради себе вообще жесткого ничего не проспойлерил. Да не, у нас прям не было такого. Я даже, я даже не знаю, что прям так себе испортил. Такого нет. Но все равно так не делайте. Это не значит, это значит, что какой-то последний раз может быть для меня фатальным. Все, спасибо, что посмотрели. Будем с вами смотреть 25. Четвертая. Четвертая серия. Все, пока.